Приветствую всех, кто смотрит. Это Кот и это прохождение зацарских скифов на легендарном уровне сложности Рим 2 Total War. Продолжаю я свою эпопею. Здесь у меня лесные бактрийцы. Текают от меня по лесам. Они мои агентами. Видите, не шевелился. Так, подарная деятельность удалась. Отлично. И это Крит. Ой, как хорошо. Это Крит. Все, он останется здесь и будет на марше, пока ход не кончится. И в начале следующего хода он тоже будет на марше. Шанс критического успеха в любом действии. Я ему прокачиваю своему агенту. Здесь я уже начинаю правильно качать агентов. Такое впечатление. И моя армия спокойненько подходит в упор, никуда он от меня не денется. На следующем ходу он окружен агентами, к тому же всеми моими. И тут у меня еще домочадцев можно добавить с агледатами. Это с агледатами, которых я переманил. Ага, ну да, на прошлом ходу, собственно, я это и сделал. Ну и попробуем сейчас этого крутого дядьку брутального тоже переманить. Который задержан. Ну, задержан тоже хорошо. У меня геккалина может куда-нибудь еще пойти. В Мерве минус одна пища. То есть у арийцев у них с пищей печалька. У армян тоже очень долго была с пищей печалька, но они вроде разобрались. Надеюсь, и эти разберутся. И вот она, Бактра. Кстати, агенты арийские я видел. Там воин стоит около Бактры. Тоже что-то там пакостит им. Вот это прикольно, кстати, потому что у них еще, получается, у моих союзников есть еще агенты всякие. То есть это тоже плюс того, чтобы делать иногда союзников. Главное, чтобы они воевали, а не просто так. Парфи, 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 Парфи пока еще со мной не воюют, но они меня явно не одобряют. Так, геккалина. Кончились ходы у геккалины. Я хочу посмотреть просто, что там вообще происходит. Пожалуйста, accept us as most humble audience for your terms, my poor self. Now, speak as you will. Ты ики, с кем Мария у меня воевать будет? Не хочет она. Но, учитывая, что... Их агенты уже около Бактрии, то, скорее всего, они сами с ними будут воевать или Бактрия им объявит войну. Так или иначе, это случится рано или поздно. Потому что отношения у них явно не очень хорошие, так как я у Бактрии, собственно, отжал Арию и восстановил государство арийское. Так, у меня по культуре идет все в плюс, но все равно не мешало бы это сделать все побыстрее. И это роща Папайя, либо роща... Вот это. Побыстрее восстановить порядок, восстановить культуру, чтобы можно было увезти безболезненно войска, и не тратить агентов и все остальное. И на Западном фронте здесь нарисовался какой-то агент, но что-то не очень получается у меня его... 8% всего на принуждение, но все равно будем пробовать, что. Вот так вот. Неважно, свой опыт он получил. Какая гнида прокачанная. Всего-то 4 звездочки. Ух ты, ни хрена, сколько у них армии, они ни черта не делают, ничегошеньки. Защитники АПИ защищают. Он же сидит чуть ли там не с начала игры в этом фасисе, ай, никуда не выходит эта армия. Потому что не могу я здесь активных наступательных действий вести такими силами. У меня просто войска кончатся раньше. Я могу выиграть пару битов, но потом просто кончатся войска. Поэтому я вынужден сидеть около своих поселений под защитой гарнизона. И стен. Опа, опа. Это что такое началось вот сейчас? Галатия решила немножко меня попрессовать. Посмотрим, что мы можем противопоставить. И пиргам еще. Я так рад, что у меня есть Армения. Серьезно. Было бы настолько тяжелее, если бы Армении не было. Ладно. 2700 это немножко много. И пока еще 51%. И я сразу восстановил. Влияние через брак с этим же челом. Так. Фасис. Армию Фасиси создайте. Мне 500 рублей дадут. А где у нас Фасис? А, у нас Фасис там. Собственно, где я сейчас только что смотрел. Кавказь. Не понял. А почему? Наверное, не буду я этого делать. Но посмотрим. Это связано с тем, что... Галатия. Галатия. Вот она. В этом месте уже столько раз я армии глушил. Вон там сколько этих мест. Не удалось. Вот это плохо. У меня еще есть отравленные стрелы. Все из себя прокаченные. Я могу немножечко на помощь выдвинуться. Потому что снизу, насколько я вижу, благодаря моему агенту никто пока не идет. Поэтому я могу эту армию выдвинуть на помощь. Сейчас здесь будем дрочить этих лесных гераклидов. Так. 444 рубля за 72% изнурения шанс. И... Так. Все получилось. Посмотрим, что это. Это просто обычное изнурение. Засада. Сейчас мы слоников в лесу порежем. Это будет режим нападения. Никуда он от меня не денется. Убить. Нет, ты посмотри. Он вступил. Потому что не критически... Не критическое было действие агента. И он смог отступить. Добавляю я перемещение. И могу его догнать. Почему луга? Интересно. Ладно. Там было написано луга. Хотя я в лесу за дремучим нахожусь. Нет, ты посмотри, а. Жесть какая-то. Ну, ничего. Он получил свое. С третьего раза. А я прокачался немножко. Может быть, даже это и хорошо, что так получилось. И беру я скрытные действия. То есть, теперь эта армия может под руководством вот этого перца действовать ночью. Лечиться в бухару. Им можно военное хозяйство сделать. Потому что, почему нет. Все равно надо идти в этом направлении. Расходовое содержание 13%. Отлично. Дик. И посмотрим. У меня еще целая армия. Целых две армии, которыми я могу действовать. Так, так, так. Так. Посмотрим, что дальше. Теперь все войсках. Замедляйте, останавливают выбранную армию. Только тут это. Отравление пищи. И есть. Армию я немножко покоцал в городе, в Бактере. И теперь я могу атаковать даже через стены. И ни хрена, но ничего. Мы продолжим осаду. Я так думаю. У меня есть еще целая армия в Амуле. Ой, я выбрал не то. Армия в блин. Вот это да, поборников Папайя. Они дойдут на быстром марше. Спокойненько. По стены. Преимущество с концентрацией войск, так сказать. Уже другое дело. Можно делать авторасчет. 75%. Нормально. Я считаю, что даже неплохо. Можно пограбить 5000. Ну и... Добить. Ну 5000, блин, много было. Жалко было бросать. Хотя, конечно, с порядком проблемы. Но ничего, мне 5000 пригодятся. Я же всегда могу отступить. Захватить попозже. Так. Все поразрушено. Можно еще дальше снести все это дело. Получить еще больше бабла. На следующем ходу. И перестройка главной площади. Сразу. Хоть и дорого. 5 штук. Но зато сразу высокоуровневая. Столица Бактрии захвачена. Разрушена. Ограблена. Попробую заманипулировать этого воина-героя Аристоксена. Наилучший процент от принуждения. Посмотрим. Опять задержан. Ни в какую вот он не хочет присоединяться. Зато мой агент получил ранг. На следующем ходу у него будет больше шансов. А я выдвигаю своего разведчика к второму поселению Бактрийской проинции. С Арменией все хорошо вроде. Армения не любит, что я с Галатией воюю. Это удивительно. Зато они воюют с Бергамом. У меня всего тысячи рублей. Надо выдвигаться уже потихоньку и по пути что-нибудь нанять. Потому что долго очень там стоит в октаву. Это армия. В Трансоксиана у меня... Трансоксиана у меня плюс четырнадцать. Честного порядка. Но это потому что у меня там в Бухаре армия. А в Фасисе я могу набрать войска, кстати. И мне дадут пятьсот рублей. Так, стоп, стоп, стоп. Это что, флот, что ли? Нет, мне флот не нужен. Мне армию надо набрать. Я не могу восстановить наследия никакого. Потому что больше нету. Вот я на халяву нанял армию. Это хорошо. Укрутить или амазонок. Ёбари. Короче. В переводе. Клево. Плюс пять процентов к риту еще. Итого плюс десять. Я уже начинаю путаться немножко по границам. Где тут что? Вот у меня есть флот некий. Который я сегодня никак не построю. И есть волны в море трав. Сама моя крутая армия. По дороговизне. Не знаю как. По уровню войск. А, у меня сдох агент. Ёшкин кот. Я сейчас должен купить еще одного. Который будет побольше налогов. Вот этот, да? Плюс четыре провинциальные дикты. Налоговая ставка плюс три. Хороший такой. Итого плюс семь. Все вместе. Нужно стоять и бабки зарабатывать. 50 процентов. На один процент снизилось у меня влияние. Армии восемь. Сановников два. Ну, короче. Сановниками у меня ровно. А со всеми остальными у меня перебор. Ну, как перебор. Для меня так это хорошо. Будьте приятны, я надеюсь. Архосия не хочет. Просто я вышел на границу с Архосией. И получается, что... Мне было бы выгодно с ними заключить мир, разобраться с Бактрией, а потом уже вернуться. Но они знают. Они знают, что это косяк. Чтобы главу закончить, мне нужно захватить 25 поселений. А у меня сейчас 18. А вот какая-то армия отважных товарищей. Покоцанная немножко, да? Горицы куда-то пошли, непонятно куда. Ну, посмотрим. Следующий ход. Посмотрим, что предпримут урожины. Ага. Он что-то пробежал и слинял на территорию Архосии, да? Интересно. О! Самоубийца? Походу. Ну, реально самоубийца. Нет, вот и флота, и все на свете, и новая армия. Ну, там я в гарнизоне чуть потерял, да плевать сто раз. Свободен. О, какие-то кораблики подплыли к Торпезунду еще. Галатия очень вяло давит, конечно. Это связано именно с тем, что они ведут войну на два фронта. Но, прошу заметить, не я им войну эту объявил. Они сами на меня напали. Они подумали, что слегка смогут разобраться со мной малыми силами в то время, как будут давить Спарту и Афины. Ну, компьютер так посчитал. Ой, у меня же еще исследования какие-то идут. Сто лет уже ничего не было. И разведчик у меня вылечился. И еще один разведчик. Знать получила у меня. И армия еще получила. А, ну это у меня была только что битва. За эту битву кучу получила. Там армия опыта. А яйцы подходят. А, нет, я подумал, что они подошли к моему агенту или к моему поселению. А они и вражеского агента хотят что-то сделать с ним. Я понял. Восстание начнется через два хода в провинции. Это плохо. Харазмия. Ну да, это она и есть. Амул и кят. Это харазмия. Надо что-то сделать. В бактерии, кстати, минус два всего. Потому что войск он сейчас стоит. Надо выбрать какую-нибудь технологию. Налоговая ставка плюс четыре. Общественный порядок плюс три. Все регионы. Так. О. Устоимость набора. Дальность опережения всех войск и флота плюс три процента через четыре хода. А какие еще есть варианты? Боевый урок, он прикольный будет. Если до него, конечно, докачаться. Тараны перед битвой можно строить. Да, слушай, я еще очень много чего не прокачал. До фигища, да. 16 ходов, блин. Стоимость действия агентов четыре процента. Да, вот это полезно, конечно. Очень много сразу денег будет экономиться. Пускай, пускай, пускай это будет целых 16 ходов, но лучше пораньше получить. Потому что агентов у меня будет очень много. Я так чувствую. Так. Ворогов не видать, можно атаковать. Ха. Надо давить бактрийцев, пока они не очнулись. Они там где-то в тылу по своей армии клепают. Могут выскочить из темноты в любой момент. Плюс еще арахосия эта. Ах, не хватает ни хера себе, 6 тысяч нет. 6 тысяч я не буду копить, нафиг такое сношу. Роща Апи. Влияние культуры кочевников. Плюс четыре. Здесь тоже в Роща Апи. Влияние культуры кочевников. Это у меня знатный перец получил опыт. Культурная пропаганда, скорость исследований и культура. Да, вот это классно. Основное умение, хранитель легенд. Пускай будет. Только его надо поставить непосредственно на культурную пропаганду, я так понимаю. В другую провинцию, в которой вот у меня сейчас проблемы. Оп. Что стало лучше. Да, кочевников растет, культура. Но все равно здесь с порядком проблемы. От этого перца отсюда как-то смайнать. Манипуляция 33%. Все равно 3% больше, чем в прошлый раз, по-моему, да? Ага, можно еще разок. 29 уже. Денег нет? Печаль. Тогда я всех включу в защиту и посмотрим. И так, смотрим. Далее у меня идет полностью... Арахосия. Ария под контролем... 2 трети под контролем бактрийцев. Доотправить агента, смотреть, что у них там подходит. Ну и попробовать тогда щелкнуть Арахосию по-быстрому. О! Вот у них идет набор, собственно, здесь. Так, покоцанная армия. Опа, а вот еще одна. Ты посмотри. Блин, денег нет. Да что ж такое. Он не сможет меня захватить, я думаю, на этом ходу, на следующем. Но я все равно попробую его травануть. Отменил я постройку этого храма. И травану его. Отлично получилось все. Обычная диверсия, но тоже хорошо. А что у меня на Западном фронте? Как-то все вяло, да, опять. Никто меня не бьет. Восстановился у меня агент. Опять обратно его в габалу щелкнули. А, ну ладно, сначала надо добить вот этих вот галакийцев, галатцев. Что у меня там вообще легкая конница-то есть? Вот и армения. Нет, у меня вся средняя только. Так, поэтому надо что-нибудь другое взять. Прибыль от разграбления, прибыль от налетов. Ну вот, нормально. Это я уберу на свою родную территорию, чтобы, во-первых, дешевле нанимать, во-вторых, быстрее нанимать. Трава на оставшихся. Отлично. Ну и хорошо, у меня большие войска останутся. Возраст 71, блин, капец вообще. Ладно. На свое отравление. Пик. Атакует армия, потому что она целая, а та еще восстанавливается. А если у меня уже даже золотые лычки есть у некоторых. Вот так вот нос проткнул. Я не потерял практически. Так и должно быть. Тык. И немножко отступлю. Че приходили, как говорится. Пришел, слил мне армию. Просто так. О, около армавира одна единственная армянская армия. Ну что, будут они? Отвоевывать свою в Армению или нет? Божественный вихрь. Это, по всей видимости, все-таки не флот. Это войска. Восемьсот рублей. А я смотрю, блин, что я могу произвести. Ага, понятно. Защищенные поселения нужны. Я что-то другое исследую. Везде еще поселения нужны, да. Да, доход, конечно, увеличился бы, если бы я это все дело построил. Ладно, на основной фронт. Скрытные действия очень хорошо. Посмотрим, что нам предложит искусственный интеллект на такое. Он что-то нанялся и куда-то свалил. Интересно, куда в обход пошел, что ли? В трапезуде что-то строится. Вон, пыль столбом идет. Опа, а вот и арахосия. Отравление колодцев в Бухаре. Вот, сволочь. Подстрекательство. Бактрия. Мы его агенты обнаружили. Так, повышение ранга усы гляддатая. Видимо, это тот, который стоял там в этом защите. Бактрия. Минус 20. Это за подстрекательство, наверное, да? Сволочь. Минус 4 пищи, блин. Надо пищу делать. А, у меня два хода строятся. Так. Везде строю рощуапи, рощуапи, рощуапи. Потому что культуру надо насаждать. Потом, если что, перестрою. Если вдруг, ну, очень надо будет. И здесь пищи 0, поэтому я ставлю... Именно на жратву, не на деньги. Так, тут минимум две армии вражеских. А еще, может, в кустах еще прячется кто. Надо их как-то уничтожить. Геккалина. Вот я сейчас смотрю. Я, в принципе, знаю, что будет дальше. Я не хочу спойлерить. Но вот если бы я играл сейчас... Здесь очень хорошее место для засад. То есть, посмотрите, сколько здесь леса кругом. Была бы возможность у меня переиграть это все, я бы обязательно это сделал по-другому. То есть, я бы поставил засаду в лесу и выманивал бы вражеские войска на себя через засаду. Насколько я помню, я сейчас этого делать не буду. Ну, посмотрим, как это все получится сейчас. На ровной поверхности, конечно, засад не поставишь. А вот в лесу... Она очень даже сработает. Ну что, захочу я этого, наконец, перца или нет? 24% Да, японский ты городовой, ну... Как он меня утомил уже. Ой, у меня в лесу там еще агент стоит. Я про него забыл. Тоже печаль какая-то. Ничего, еще где-то 5 серий и... И я начну уже проходить вживую. Там будет по-своему тоже интересно. Так. Да, выдвигаем армии поближе. И так, у меня 3 армии. У них уже я вижу 3 армии. Ну, как мы помним. При паритете это значит, что у меня сил в 3 раза больше. А не 5 армия из-за моими двумя не могли справиться. Так. Царский табун я могу делать. Это прикольно. Позволяет делать скифских благородных сострельщиков и царских конных лучников. Это прикольно. Пища живет. Решил я пока деньги потратить на другое, да? На улучшение столичных поселений. Ну, площади главной. Все такое. Укротители амазонок. Уже начинать пора набор. Я вот все баб хотел нанять. Бабы, они прикольные. У них дальность очень большая. 150. Это вот для ручных сражений просто офигенно. Зато они по броне намного хуже. И в ближнем бою они хуже. Если их заловят, то изнасилуют жутко. У них и здоровья меньше, и базовый дух. А, не, базовый дух у них даже больше. Укротители амазонок. Сделать армию из амазонок, да? Нет, мы сделаем дешевое сердито. Потому что нужно нанимать кучу войск. Отравленные стрелы, у которых уже куча лычек. Можно даже немножечко прокачать. Так, по чуть-чуть. Не сразу все деньги потратить, а по чуть-чуть. По четыре, по три отрядика. Так, по чуть-чуть. И пока у меня набирается армия, можно засунуть в эту армию военачальника, чтобы он их сразу подкачивал. Политика 50% ровных. Можно сделать развод или убийство жены. А что там у тебя за старомодная жена? А, нет. У тебя нормальная жена, пускай старомодная. Ничего страшного. Чистолюбивая жена. Тоже нормально все с женами. Жена со связями. Тоже хорошо вроде. Даже очень хорошо. Вся фракция растет. Музкий урок. Все в порядке. Тик. Можно даже назначение сделать, да? Я получу налоговую ставку. Все такое. Еще назначить можно. Тик. 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 недорого 740 уже стоит тут тоже 740 тут нисколько не стоит понимаю да вот сразу выросла на 2 процента вот нормально так габала габала так как только из трапезунда свалит какая-нибудь армия я сразу его опять разграблю расхерачу денег заберу фигли здесь я все время делаю засаду мое любимое место для засады вообще отлично отлично твойщих волков подтравил вот двумя армиями кстати я наверное возьму даже в таком виде и тоже разграблю а афина афины взяли понт офигенно я только сейчас увидел класс а тогда я видимо не тогда видимо тоже увидел потому что выдвинулся я так давно уже играл я вообще не помню о чем я думал тогда ну ну ничего еще чуть-чуть и пойду до записи вживую так и там уже полегче будет уже империя большая уже есть право на ошибку как говорится поэтому можно вживую поиграть вот не слишком сосредоточено галатия сама себя загнала на глубокие воды и теперь тирает войска зачем то но все равно о какой то армении побежали опа опа вот блин была бы там сейчас засада реально вот это было бы так круто сейчас бы расхерачил бы их армию харазме восстания не минуем это плохо болейный габале подходит мощь геракла 18 18 в итоге получается что то что я только что увел для атаки трапезунда мне надо возвращать обратно вот так и живем туда сюда туда сюда в семендере у меня еще войска не наняты до конца 225 чтобы одного улучшить одну коняшку дурак дорогие улучшения реально тайных агентов мы на раскрывали вражеских блин они дрочат меня в каждом поселении как ищите агент испытаются восстание какой то там война идет ведутся на всяких агентов ваще в общем прокаченная тетка манипулируй этого чувака отлично отлично ну отлично аристокс раз два три четыре пять шесть живет щеку него у так степные волки подходят в кят и бэнс 0 а неминуемо восстание а больше нету восстания так смотрим вот ко мне выдвинулась целая армия братьев по оружию надо бы их того травануть я конечно очень сильно а действую агентами и у меня основная ставка на агентов я забывать начинаю что есть ночные атаки что есть засады и это очень офигенная тема и надо их чаще использовать реально потому что помогает действительно помогает особенно если ты ставишь две армии в засаду или ты ставишь одну армию как приманку а другую в засаду перед ней даже без агентов можно довольно прикольные вещи творить 74 года уже агента офигеть такая старушка кашку варит скушай борщика сынок так еще не получилось твой шашлик не понравился им ну ничего бах не очень хорошо не очень хорошо ой да плохо мне не нравится отойдем какие-то сильные блин джигиты попались зачем да вот так тогда идешь так можно но он нормально то есть в принципе сейчас я грохну эту армию джиг джиг авторасчет другое дело 90 процентов другое дело джиг 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 так чуть-чуть отходим конечно надо включить вообще конечно надо включить быстрый марш и вообще свалить за город сейчас бы я так и сделал потому что там очень близко вооружские армии но здесь я что-то расслабленный посмотрите две полных армии блин это плохо а я стою там такой вообще надо было свалить конечно на быстром марше у меня там в лесу еще агент алё это я сам себе кричу в прошлое вон видишь наверху выше бухары не видит так общественный порядок стабилен но мне надо чтобы он как бы типа это улучшался а то какая-нибудь провокация и все общественный порядок плюс четыре а с этим плюс шесть да ну вот это выход наверное какой-никакой или можно эту дрянь снести будет из пищи порядок и поставить какой-нибудь еще там что-нибудь так у меня пища минус два да это нехорошо а общая пища у меня семь то есть как бы у меня особого запаса нет не обращать внимание на то что у меня в провинции минусовая еда трапезун внезапно опустил просто бэмпс его и нет никого чё за дела а ну там порядок короче установлен и они такие окей можно уйти сколько раз я уже его грабил вообще жесть а а а а а а а это совсем не на пользу экономики голландской идет мягко говоря а а 3200 а а не спрашивайте меня вот реально зачем я его захватил сейчас я бы этого не делал не делал бы я этого я его опять зачем-то захватывал ух ты они вообще не уничтожили ни одного моего строения там может быть и не зря я его захватил прикольно вот это я не ожидал и моя священная земля стоит удивительно единственное что а нет конечно да греческая сейчас 63 процента но моя кочевниковская культура вверх идет а почему греческая собственно я не понимаю не знаю так давай посмотрим что там дальше так нет я думаю я не смогу трапезонт удержать так здесь афины кругом ну галатия находится вот на территории галатские армии на территории пергама находится неожиданно армавиру есть в этих в армиях галатских то есть их так поджали поджали но они собственно все здесь несмотря на то что афины прискакали они все здесь афины еще могут по рогам получить видали сколько у них там армий может быть даже я бы и хотел чтобы афины по рогам получили потому что мне усиление одной фракции тоже нафиг не нужно потом с ней разбираться пускай они сейчас для меня союзники но когда-нибудь они ими перестанут быть чертог вождя общественный порядок плюс 2 пища минус 1 какая-то странная штука зачем она нужна доход еще раз доход малохозяйств общественный порядок ну короче эта штука увеличивает общественный порядок увеличивает доход но живет пищу то есть это как второй храм такой не очень я понимаю зачем он нужен если честно вау а у меня походу появилась древесина я могу делать мастерскую плотника это хорошо позволяет нанимать отряд степная баллиста и доходы от ремесел производства который еще увеличивается процентами от моей фракции потому что у меня у фракции бонус на производство а здесь роща от обиде стоит тоже доход от производства увеличивает октал это же к скифи относится скифи у меня вся столица сарай она в этом в производстве там полностью ориентировал на производство все денег больше нету ну пока так смотрим что будет дальше сейчас меня по моему на восточном фронте арахо себя накажет немножко ой 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 два полных стека опа на вот это поворот я думал где они шляются а они в обход поперлись короче на мой слабый фланг на мой слабый фронт то есть у меня сейчас аж три армии два из них бактрийские и одна пергамская идут к кавказу к моему то есть они пошли с другого фронта там где у меня всего две армии опа армения решила вернуться прикольно армения воюет с бактрии интересно я не помню с пергамом то она точно воюет вот пергамы отступил арахоский шпион арахоский шпион пошел и у него сразу же видели галочки пошли то есть заранее видно что у него получилось что он сделал траванул или что то вот это вот грамотный ход вы видели прям как я сделал смотрите хлоп и боевые топоры в гордом одиночестве а он походу долбанул моего генерала потому что у моего генерала сейчас желтенькая полосочка и предлагают мне сейчас драться с двумя армиями но я такой опа ну вас нафиг ага ну вот это гораздо лучше то есть у меня поборники папайя попали на одну армию на когте мантикоры здесь у меня даже есть какой то шанс какой никакой у них очень много пикинёров правда противных но у меня легкие войска покоцанные но шансы все равно есть да пикинёров у них много конечно стрел не хватит всего только не теле фигачить раз два три четыре пять шесть семь отрядов пикинёров плюс еще пять отрядов пехоты плюс еще всякие слоны неприятные да а у меня больше половины армии легкие лучники бичи ну ничего а вот этой битвы можно было избежать всего лишь надо было сделать засаду чтобы я не палился перед агентом раньше времени да или можно было еще просто отступить подальше то есть за поселение или даже в поселение одну армию поставить а одну за поселение это была чистая тактическая ошибка и из-за того что я сделал тактическую ошибку вот мне сейчас приходится драться на поле боя что я не очень люблю не конечно люблю иногда но просто если здесь драться каждую битву то эту игру вообще никогда не пройдешь это бесконечно будет очень долго ну 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 обычная тактика если кто забыл то есть я делю армию на две части чаще ровные но сейчас неровные потому что я хочу чтобы у меня средние войска были без примесей легких чтобы я мог прожимать способность меткого выстрела меткого выстрела вот так они послали на меня легкую конницу что очень правильно потому что это немножко смешало мои ряды но не думаю что у застретчиков этих конных я быстро расстреляю также у них слоны ломятся на меня что тоже правильно вообще на удивление грамотно ведет себя искусственный интеллект в частности мне очень понравилось как они на меня собственно напали вообще то есть он сначала долбанул меня агентом то есть я так понимаю он мне кританул потому что на помощь никто не пришел или я не знаю почему но короче у меня вторая армия не пришла на помощь или он меня атаковал нет ночью он не мог атаковать потому что и мы сражаемся сейчас днем так или иначе он сделал так что напал на мою армию вдвоем потом правда он поступил не очень грамотно когда на вторую армию напал одной армии но Ладно, уже не будем Совсем придираться Так, застрельщиков я развалил Смотрим, что будет дальше Немножко отводит слонов По какой-то причине Я хочу слонов взбесить Поэтому я использую Огненные снаряды, да? Нет? Вроде да, да, огненные снаряды Так, все, вот они уже Нет, нифига, они просто красным подсветились Что типа на них воздействует И на меня воздействует Какая-то хрень, понижающая мораль Но я надеюсь, они побегут все-таки Здесь мои Средние войска Доспешные Заходят во фланг Слоны все никак не хотят Развернуться и побежать на своих Ни в какую Так Там сзади застрельщики всякие бегают Прачники Можно их немножко порезать О-е-е-е, здесь это все Так, один отряд слонов Вроде как Взбесился Давай, второй безудержный Да, все, второй отряд взбесился Можно переключаться на обычные выстрелы Немножко отступил в лес Так, здесь Прачники безнаказанно стреляют По моим доспешникам По доспешникам Они, конечно, меньше наносят урона Чем по легким Но все равно безнаказанно Убить моих Коняшек Никому нельзя О-е-е-е Что ты делаешь? Что ты делаешь? Уходи, уходи, уходи Твою мать Тяжелая конница Въехала в моих отрядов А я такой Давай с ней сражаться Это вот ошибка Я Посчитал, что Я смогу Чисто зачисленное преимущество Чисто численным преимуществом Передаю тяжелый конницу Но это неправда Не получится Их не настолько мало Тяжелую конницу Лучше не атаковать Ни в каком виде легкой конницы Выйдет дороже Да, все в шоке Но потерял я немного Нормально Ну это не легкая, конечно Это средняя Но все равно они хорошо Это генерал их Так Продолжаем Тут есть такой момент Очень прикольный Что напали на меня они И по большому счету Все, что мне нужно сделать Это высечь у них всю конницу Высечь у них всех застрельщиков И все, победа в кармане Потому что я могу от них бегать бесконечно И когда закончится время Победа достанется мне Как бы этот вариант Всегда остается Потому что их Пикинеров Блин, мне кажется Просто тупо стрел Не хватит стрелять Так, так, так Все, генерал, сейчас крышка Она станет у них Уже два человека Осталось один человек Все Все, генерал У них мертв Генерал мертв Это очень хорошо Посмотрим дальше Как будут развиваться события Блин, очень жестко обстрелы Грибаные пращники Слоны еще стреляют Сволочи Есть Давай, надо уничтожить слонов Пока что все идет неплохо Конечно, у них очень много, блин, пехоты Это просто жесть А у меня уже половины стрел нет Ну Я в данном случае С скифами воюю Как монголами Прямо Прямо как ордой монгольской Единственное, что у меня нету Пока еще тяжелых Богатуров Но ничего Со временем И они появятся Тяжелая скифская Конница Ближнего боя Тогда уж я дам Просраться всей этой пехоте Прямо как ордой монголами Пекинеры, 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 пекинеры Полные отряды Жесть вообще жесткая А это кто там А это кто там Понятно Так, ну что, у них осталось Стрелки там Типа того Восточные копейщики Восточные копейщики Но это бомжи Их можно легко Расстрелять Пекинеры Пекинеры довольно бронированные Для пекинеров По идее Что у них там Пики и пики Блин, откуда у них там Ну ничего, так они убиваются, да? Нормально Ой Всего тут верчу какую-то фигню в руках О, хорошо-хорошо Одного отряда нету Отлично Кричат Это мне впадло бегать за конями, а? со стрелами совсем шваха у них еще отрядов куча просто просто тупо нету стрел на вас на всех сволочи здесь у вас гробов не хватит так же как у меня стрел теперь я уже чувствую что ни в какую я их не смогу перестрелять поэтому придется действовать по плану б сейчас расстреляю все что у меня осталось и буду отходить еще в лесу я не знаю варенье в лесу плохо стреляют дамажит луки как здесь в обычном татуаре я не знаю восточные прачники сволочи живые еще 102 человека охренели они довольно далеко ушли от основных сил там блин все атакуют их тупо рейс а побежали сволочи под защиту побежали твари как еще их проведил неплохо в спину-то спину накидал да со стрелами совсем беда последнее выплевываю сволочи блин все стреляют по мне скоты никаких мы их вообще перебили почти все красные уже потрясены еще бы не были потрясены так огребать-то вообще идут еще стройными рядами а у меня а 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 залп отступаем а а а нет не кончаются еще 26 минут практически до окончания битвы сейчас последние стрелки хватит баловаться и наверно сделаю следующим образом я отступлю подальше включу быстрое время и вырежу этот момент не тупить из видео имею ввиду вырежу этот момент выключу запись и включу и когда же время будет подходить все пора их обходить у нас там еще кто-то хочет убежать можно помочь под застрелить под окружил их конечно прикольно блин были бы стрелы сейчас бы так накидалом а горцы колеблюсь и горцы побежали хорошо не получается их развести да они очень хорошо очень хорошо защищают своих намного лучше чем многие варенье блин защищают стрелков или тихо 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 ты блин чуть не нарвался на футбол до стрелы мне практически ни у кого нету у меня только у генерала немножко стрелы все еще есть надежда прачников смайнать так прачники пошатнулись но по-моему надо сваливать а то сейчас ой пики опустили гляньте на них вообще все прачников получилось гандошить но не всех еще пол отряда вон там стоит сейчас спину накидаем последние стрелы так сказать всеми отходим войсками все стрелы врагу себе ничего не оставляем пики не урыдного братцы двадцать одна минута все выплюнул последние стрелы стрел больше нет теперь задача грамотно отступить перемотку вперед включаю и вот уже время практически закончилось осталось 20 секунд подождем где там войска вон они первого победа ну ничего пускай первого зато победа какая никакая я то свои войска быстрее восстановлю чем они у них просто тупо одна провинция как бы если в начале игры это круто то сейчас это уже не очень круто вот так он потерял всех слоников генерала потерял всех прачников всю кавалерию то есть у него остались только копейщики вот эти несчастные пикинеры пикинеры у него еще целая ой ё-моё у них еще одна армия есть твою мать а вот это уже печаль нет я не буду брыкаться мне лень серьезно то есть можно было бы сейчас попробовать у них убить еще генерала там поперестрелять у них хера себе спутных прачников шесть отрядов нафиг короче прось прости меня попай это очень лениво если бы это было начало игры где то базара нет но сейчас они почти никого не потеряли эти несущие свет довольно прокаченная была конечно армия но ладно черт с ним достойная смерть корфа естественная смерть аристоксин мой начальник не ну это не очень дорого 1500 нормально строительство идет это очень хорошо поклонник восточных народов твоя мать борники папайя армия уничтожена ну это ничего страшного так надо разобраться со всей этой вот фигевшей канителю и несущих свет попробуем травануть отравление пищи 73 процента должно получиться отлично все получилось несущие свет неплохо так траванулись повреждений нанес мой агент больше чем предыдущая уничтоженная армия уборников папайя и подведу я еще одну армию свою чтобы поменьше потерь было из бактеры он ничего не блок то давай вот боевые топоры в атаку и картина меняется не то чтобы даже на противоположную даже круче гораздо то есть у меня останется 94 процента тоже всех убил прекрасно вот у них осталось меньше чем полторы армии а я могу добить вот этих мелких а этих а я не могу их травануть блин еще здесь вот бактрийские стоят и угрожают бактри это печально скрытные действия и на быстром марше обратно в бактру они конечно могут попробовать захватить может быть даже у них что-то получится но потери у них тоже будут неплохие потому что у меня есть стены у меня лучников немеряное количество а у них ну блин у них есть арта ну ничего арту можно сжечь гарнизон у меня есть немножко лучников воинов копейщиков ну короче у меня все шансы отбиться на самом деле если они на прямой штурм пойдут а если не пойдут то сберутся мои агенты ой в харазме что-то надо сделать я уничтожил здесь какую-то фигню плац или типа того у меня идет плюс 3 без а нет у меня армия в кете стоит поэтому у меня плюс 3 понятно общественное здание с общественных зданий можно потом что-нибудь сделать там какой-нибудь чертог вождя я не очень понимаю зачем он нужен всегда можно вместо чертога вождя сделать какой-нибудь этот рощу ну с другой стороны он и деньги дает и этот ну порядок но меня мало в кете этого ну гарнизонов пока плюс производство короче пускай деньги будут вот эти вот отважные товарищи испутники терпера меня немножко волнуют забытые воины а надо кого-нибудь травануть короче кого-нибудь добить вот этих вот надо травануть фу японский городовой ну вот так вот да мне опасно блин его продолжать преследовать ну что вот эта сволочь может меня того блин я даже не успею сейчас увеличим еще дамаг ой извиняюсь ярохосия не хочет ли мир заключить а нет не хочет даже компьютер считает что он слабее меня причем намного у нас уж мы занялись дипломатией давай еще проверим бактрию тоже не хочет ну ладно а вот у меня еще резервная армия есть ее тоже можно доукомплектовать легкими потихонечку хотя сейчас я бы наверное ее отправил вниз и по пути бы набирал ну не только сейчас но вообще я и в начале игры так делал если помнить просто что то не подумал иногда бывает и раз у меня уничтожилась армия то нужно собрать еще одну а поборники попают третьего уровня отличная армия и сразу набираем потихоньку легких да но блин даже сейчас легкие довольно актуальная тема а тут у меня десант точнее не десант а обходуны обошли меня а укротители амазонок нанимаются 47 лет чуваку манипуляция принуждения дальность демонстрация силы демонстрация силы рвения рвения да я люблю манипуляций смотрим трапезон мой ну вот этот адский ад который около амазии меня типа беспокоит может ну нафиг типа отойти или может быть получится мир заключить компьютер говорит что у нас ровные силы это офигеть да вот если у него восемь армии восемь армии у пергама восемь армии у галатии в актере еще я против все это аравы воюю сейчас и ничего так вроде получается даже дэм 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 давай выманим кого-нибудь трапезун трапезунт сейчас кто-нибудь выйдет будет захватывать трапезунт а я ему такой на на по башке защитники олимпа не знаю пойдут они не пойдут потому что в принципе у них там полторы армии не полностью а защитники олимпа немножко покоцаны не получится у них захватить или нет не уверен потому пока что не буду сильно беспокоиться вылазить вперед лучше их выманить вперед на меня я имею ввиду западный фронт с пик я наконец то его заметил ёшкин код а он у меня там стоит качать что то делает там типа это ну наводит сейчас манипуляция попробую сделать как раз я отменил ради того чтобы деньги были на манипуляцию я не могу я нанять одного да ну я и здесь сделаю какую нибудь манипуляцию я так понимаю нет не хватает 590 рублей надо у меня всего 573 да 590 590 вот могу еще отменить что нибудь или чуть чуть построить наоборот да вот в угротителях амазонок гораздо дешевле нанимать потому что это родная провинция плюс у меня там постройки построены которые храмы храмы которые уменьшают строительство ну стоимость за наем войск вот так бактрия непонятные маневры то есть они решили что они вообще меня нигде атаковать не будут они взяли и убежали причем на всех фронтах и на восточном и на западном не очень мне понятны их маневры видимо они решили что они ни бактру не смогут захватить ни на кавказе ничего добиться почему непонятно а вот вышла армия к трапезунду небольшая может быть бактра решила так из-за того что армения вот здесь вот на кавказе шарится ага ну вот да напали на мой трапезунт в принципе ожидаемо ну ничего страшного я на следующем ходу попробую наверное что нибудь сделать с ними кого нибудь убить безнаказанно ну так или иначе подходит эта серия к концу всем спасибо кто до сих пор это все дело смотрит кому это до сих пор интересно пишите ставьте лайки помогайте распространять и буду продолжать тогда так вот что за жизнь какая то бум 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 блин флот разбит поселение потеряно а ну да так конечно у меня она наняты вефини и понт это собственно там где у меня трапезун был теперь уже неважно так здесь у меня восстанавливается очень хорошо порядок так ну с флотом все ясно кто это там пытался убедить моего агента арахоса интересно чем они там заманивали гуриями ну все всем спасибо кто смотрел это был кот всем всего доброго пока пока